Противопоказания к вакцинации Сборная Италии выиграла чемпионат Европы по футболу. Накануне вечером итальянцы победили англичан в финальном матче, который прошел в Лондоне. Сборная Англии забила первый уже на второй минуте матча. Гол Лукашоу стал самым быстрым голом в истории финалов Евро. В середине второго тайма итальянцы сравняли счет ударом Леонардо Баночо. При счете 1-1 команда отыграли дополнительное время, а в серии пенальти победили итальянцы 3-2. В Москве уже шестой день подряд держится условный оранжевый, то есть предпоследний уровень погодной опасности. Предупреждения продлили по меньшей мере до сегодняшнего вечера. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра. По оценкам метеорологов сильная жара, причем без дождя и при слабом ветре, продержится в Москве и Подмосковье всю неделю. В днем температура может достигать 33-35 градусов. Нынешняя жара уже вторая по счету с начала лета. Июнь признан самым жарким за всю историю метеонаблюдений в Москве. Также сегодня в ближайших выпусках новостей. Всего за сутки в Москве кончилась новая партия вакцины против коронавируса Ковивак. Тысячи людей простояли по 5-7 часов за ней в очередях на 30-ти градусной жаре. Британская полиция сообщила, что в результате беспорядков после проигрыша в финале чемпионата Европы арестовано около 50 человек. Около 20 полицейских получили ранения. Миллиардер Ричард Брэнсон совершил первый суборбитальный полет на борту собственного корабля. Подробнее об этих и других событиях сегодня в течение дня. Спасибо, Игорь. На 3 балла загруженность дорог в городе и в Москве по-прежнему жарко. Плюс 31 сегодня. Солнце. Почти нет ветра. Такой и даже жарче погода останется на всю неделю. Ночью плюс 23. Завтра днем снова сухо. Солнце до 33 градусов. В среду температура может подняться до плюс 35. К концу рабочей недели она, правда, вернется к 30 градусам. Ну а по предварительным прогнозам на выходные нам обещают днем плюс 27. С приветом, Набутов. Категорически приветствую итальянца. Всем привет. Здорово. Ну что ж. Что я могу сказать? Как и хотелось. Вот так. Значит, я вчера сам сказал себе жестко в 10 спать. Так. Трудные выходные. Такие рабочие. Мы сказали все. Все. Просто на разрыв аорты. В 10 медитативная музыка. Вечернее дыхание. То есть ты засыпал и немножко плакал, правда? Да. Именно так. И я уже просто не выдержал в какой-то момент. Пошел и включил все-таки в телевизор на первой минуте. Прямо в момент, в тот момент, когда англичане побежали засаживать первый гол. И, соответственно, лег я спать в результате в час ночи. Сразу после того, как итальянцы вручили. Очень глаза закрываются, ребята. Очень спать хочется. Это точно. Но смотреть весь чемпионат и даже съездить ради этого в Санкт-Петербург. Еще раз огромное спасибо Севе из Нижнего Новгорода за билетик, который он сумел организовать. И не посмотреть в финал. Это как-то странно было бы. Странновато, я соглашусь. Хотя я был абсолютно уверен, что будет серия пенальти. На мой вкус, мы не будем обсуждать игру. Потому что матч получился таким, каким и ожидался. Очень равным. Две, в общем, равные сборные. Очень много борьбы, очень мало моментов. Англичане, очевидно, были лучше в первом тайме. Хотя казалось, что сейчас вот они просто, ну там эти сумасшедшие бегунки, типа Стерлинга. Сейчас они натянут, так сказать, итальянский глаз на итальянскую пятую точку. Но потом, блин, раз в раз, второй тайм, туда-сюда, итальянцы. Ну, итальянцы умеют играть в футбол. Иногда на результат. Все, дожали. Ты знаешь, когда они подавали угловой во втором тайме итальянки, я сказал, сейчас забьет. Вот оно. Сейчас забьет. Было уже очевидно. И да, трудовой проткнули раз в раз. И потом, кстати говоря, вот что меня удивило, что у англичан не было... Вот это середина первого тайма, давление, вот очевидное игровое преимущество, оно куда-то ушло. И уже в конце было и дополнительное время, и вторая половина второго тайма. Знаешь, так докатывали уже. Ну, понятно, что цена ошибки очень высока. Вот посмотрите, что... В этой ситуации, ну, разумеется. Ну, конечно. Как в любом финале. Обычная история, а дальше начинаем... Вот понятно, что 11-метровая это психология, помноженная на статистику. Известно, что сейчас же многие говорят о том, что кто бьет первым, у того, тот как бы преимущественно выигрывает серию, скажем так. Несколько огромных работ было по этому поводу сделано. Брали сначала за основу теннис, потом внимательно изучали большой массив футбольных данных. И выяснилось, что соотношение примерно 58 на 42 в пользу тех команд, которые начинают бить пенальти первыми в серии. Потому что, ну, там первый удар, как правило, забивается. И, соответственно, команда, которая бьет второй, находится в состоянии догоняющих. А это дополнительный... Стресс. Дополнительный стресс, дополнительное психологическое давление. А пенальти — это чистая психология. Ну, плюс, конечно, исполнительское мастерство, но основное — это голова. И, соответственно, в общем-то, сейчас уже это так, как бы, стратегия пробировалась на некоторых крупных турнирах. Они хотят ввести, FIFA хочет ввести или планирует ввести на больших турнирах правило бить пенальти по системе А, Б, Б, А. То есть когда... Ну, А — это там, условно, первая команда, Б — вторая. Сейчас бьют как? А, Б, А, Б, А, Б, А, Б. Так пять ударов. Ну, то есть сначала, грубо говоря, вот вчера, сначала все пенальти бьют итальянцы, потом все пенальти или как? Нет. Как они ходят, я не понимаю. Вчера это было бы итальянцы-англичане, англичане-итальянцы. Ага. Итальянцы-англичане, англичане-итальянцы. Все, все, я тебя поняла. Да, преимущество все равно в один первый удар будет за итальянцами в данном случае, но, тем не менее, как бы, ну, вот эта вот история рассматривается весьма серьезно. И, честно говоря, у Донорума четыре серии пенальти послематчевых и четыре победы. Он большой специалист по этому делу. Конечно, команды, когда готовятся, они понимают, имеет ли смысл тянуть до пенальти или стараться все-таки по максимуму, имея игровое преимущество, там, по составу, решить все в основное время. Ну, есть просто вратари, специалисты по пенальти. Там очень много нюансов. Вот этот швейцарский чудесный парень. Господи, как сейчас утром? Нет, я тебе вообще сегодня не буду помогать. Господи, как же его зовут? Такой красавчик. Все претензии в FIFA. Красавчик, красавчик такой. И считается тоже одним из главных открытий чемпионата Европы. Хотя он уже не такой молодой парень. Он его... Господи, как же его зовут, вратарь сборной Швейцарии? Именно с классической швейцарской фамилией. Один из немногих там. Шоколадкин его фамилия. Шоколадкин. У него, короче говоря, у него есть целая специальная система подготовки к 11-метровым, вплоть до использования специальных очков, которые на микро-момент закрывают, как бы, изображение. На микро-долю секунды, да. Таким образом тренируется реакция. Друзья, давайте продолжим. Сделаем это буквально через две минуты. Как же его зовут? Я поняла, кого ты имеешь в виду. Такой красавчик. Я, конечно, нифига не помню его фамилию. Ян Зомер. Зомер, спасибо, ребят. Ян Зомер. Я говорю, один из немногих с нормальной швейцарской фамилией. Там, по-моему, всего пять человек таких этнических швейцарцев. Ты знаешь, ну пока, конечно, лучшие шутки это про то, что казачьи батальоны в Росгвардии надо отправить на Кубу, чтобы угомонить там протесты. Алла из Нижнего нам пишет, сильны и яростны в атаке кубинские казаки. Вообще, вы знаете, я был на Кубе, правда, очень давно, наверное, в 2000, ну лет 15 назад. Вот, там такая памятная для меня поездка, одна из первых. Я комментировал чемпионат мира по фехтованию, которым я, естественно, ни хрена не понимал, но как обычно с комментаторами. В футбольных, вон, послушаешь, тоже ведь такой, ну, чушь несут. Значит, а фехтование там профессионалов-то не всегда понимают, потому что там все трактуют судья, все фразы. И у меня сидит там чемпион мира рядом, говорит, это укол направо, а судья мне дает налево, говорит, судья мудак. Ну, все, весь разговор. Одно зависит от трактовки фразы. Это была контратака, вот они там друг друга параллельно укололи, и это все-таки защита отверстий, и это все-таки он пропустил. Да черт его знает, невозможно уследить в глазах. Вот, и меня там кинули и на деньги с этими конвертируемыми ПЭСа, и судьи приносили на чемпионате мира коробки с сигарами. Я, естественно, в первый день все свои суточные деньги, 200 долларов тогда у меня было на две недели, как сейчас помню, нищенская совершенно история, я потратил, купив сигарь. И меня обманул парень. А, ты рассказывал эту историю чудесную. А подумай, что в конце чемпионата сами судьи приходили вот с такими ящиками, все официально, в три раза дешевле, естественно. С приветом, Набутов. Ян Зомер, и спасибо нашим слушателям, кто это напомнил. Я говорю, один из немногих коренных швейцарцев. Вот, но разговор не об этом. И у него целая большая система подготовки к пенальти, как он тренирует, вплоть до медитаций специальных и прочих. Вы обратили внимание, Донарума какой спокойный. Лучший игрок чемпионата Европы, каким он был признан сразу после матча. Вы видели, насколько он, и какой был нервный этот парень, Пикфорд замечательный, тоже отличный вратарь в сборной Англии. Как он эмоционально зарядил, как Петрушка такой болтался. И этот абсолютно спокойный, гипнотизирующий человек, это, конечно, два разных подхода. И у меня вопрос только к Саутгейту. Вот, честно, заканчиваю тему с футбол. Как можно выпускать? Он выпускает на 120-й минуте двух молодых ребят. Джейдана Санчо и Решфорда. Двух мальчишек. Да, они уже, конечно, звезды большой величины, но им там по 20 с небольшим лет. Это первый у них финал в жизни такой. Он выпускает людей в таком матче на 120-й минуте. Именно под серию пенальти. Я понимаю, конечно, ему виднее, что они, может быть, штатные пенальтисты, но, тем не менее, они выпускают... Представляешь себе, какой накал, какой нервяк, и выходят люди даже неразмятые. Они даже сбегать туда-сюда не успели ни разу. И что происходит? Все три чувака в конце у англичан, которые вышли, это Решфорд, который понтовался и пробил в перекладину, в штангу. Вы видели, потом Санчо и Сака еще, тоже молодой парень, который на замену вышел в конце второго тайма. Они все три и не смогли пробить. Ну, не забили. Потому что, ты представляешь себе, в кромешной тишине, в этом огромном 60-тысячном вэмблее... Нет, ну, с точки зрения давления, это правда... И вот он прыгает, прыгает, он стоит, ждет уже. А этот его гипнотизирует. Огромный, почти двухметровый донорума такая шпала стоит в воротах. И поплыли. Что в Италии, в Риме происходило, это же смотреть было не важно. Я думаю, что и в Лондоне было бы не хуже, наверное. И всегда, ребята, вы знаете, вспоминаю эфир, когда, помните, была у нас танция баррикадная с Ксенией Анатольевной Собчакой. Была у нас как-то тема, тоже какой-то турнир был футбольный, не помню какой уж. И все, как я сидел, я абсолютно искренне, не для провокации говорил, но я совершенно не понимаю, кому этот футбол нужен. Какие-то 22 идиота гоняют мяч, и еще несколько миллионов идиотов за этим смотрят. Ну, я всегда думал, как же можно не понимать таких вещей. Ты посмотри, как один удар точный, или наоборот, одно попадание в перекладину делать счастливой нацию. Ну, это на годы вперед. Как писали сегодня ночью мои знакомые, знаете, я сейчас сижу в Париже, но здесь слышно, как гуляет Италия. Италия, конечно, конечно, вы... Ну, вот пока такие сообщения приходят. Это судьба, ответочку дала англичанам за Нарок Стерлинга в полуфинале. Валерия из Пятибурга. Это вот, вы знаете, Валерий, я с вами согласен. Англию не жалко. Все справедливо, судьба расставила приоритеты. Вот, если, я с вами полностью согласен, если не брать болельщиков английских или болельщиков итальянских, то была огромная масса болельщиков нейтральных, к которым я себя отношу, например, у меня не было стопроцентного фаворита. Скорее итальянцы, по той простой причине, что именно во многом... Потому что мы, во-первых, генетически не любим англичан. Ну, немножко... Как-то я за собой этого не замечала. А это подсознательно все происходит. Это, знаете, вот эта англичанка нагадила. Вот нам столетиями, понимаешь, это даже на подкорке записано. Что гадит англичанка. Итальянцы, конечно, братья, это же очевидно. Потом итальянцы-братья и вообще итальянский образ жизни, и лето, и сиеста, и венцо, и музыка, и музыка, и культура итальянца, и все на свете. Англичане же такие снобские гады. Мы сейчас серьезно будем говорить, что итальянская культура близка российскому менталитету. Ну, как мы не очень близка, например. Последний анекдот. Ну-ну. Но главный момент, это, конечно, претензии за полуфинал против Швейцарии. Ну, это вот основное количество сейчас сообщений, да, слушатели, что справедливость догнала англичан. Вы знаете, но справедливость ради надо сказать, что англичане были, ну, серьезно лучше швейцарцев в полуфинальном матче, и, в общем, по справедливости, как бы, по чесноку, по игре они были лучше и должны были выигрывать, поэтому я тут, это бы такую предъяву не кидало. А, кстати, а вчера Стерлинг нырнул в очередной раз. Ты видела это? В конце, уже в дополнительной, по-моему. Я отчуда, наверное, отвлеклась. Он занырнул, но причем его там подталкивали. То есть оснований поставить пенальти вчера, вот опять-таки, в дополнительное время, было больше, чем вот тот случай в полуфинале. Но уже ты видишь, как репутация против тебя работает. Это твой стиль, это часть его игры, это часть его работы. Выклянчивать нарушения и пенальти, это тоже надо уметь делать, между прочим. Не все так вот... Это тоже мы с тобой много обсуждали. Ну, а, конечно, если ты можешь упасть, на тебе свистнут, и дело не дойдет до пенальти, вы выигрываете в основное время. Ну, конечно, цена очень высока. Ну, а что? И вчера он поднырнул. И судья ему сказал, нет-нет-нет, товарищ, давай вставайте. Еще должен был бы желтую карточку показать, на самом деле. Ну, в общем, сумасшедшие, конечно. Если кто-то есть, кто был в Риме вчера или в Милане, напишите вообще, потому что я вижу кадры. Если кто-то есть в Риме, заберите нас отсюда, пожалуйста, к себе. Вот так должна звучать эта фраза. Интересно. Алексей из Киева пишет нам, попер российский шовинизм, Леш, ну вы тоже же понимаете, что мы шутим, ну, в самом-то деле. На самом деле, но шутки шутками, но глядя на то, что происходит в телевизоре, то, как это программирует, так сказать, мировоззрение масс наших, то про итальянцев у нас вообще ничего не говорится. Ну, есть какие-то итальянцы, есть там какие-то в культурной хронике сюжеты, как правило. А про англичан-то все время у нас тут песочет, будь здоров. Вот с одним Defender последним вот такая история. Сейчас пошла новая волна, и я на абсолютно, на очень серьезных аналитических, например, радиостанциях, занимаясь радиосерфингом, я слышу экспертов, которые рассказывают про то, что англичане для нас враг number one. Ну, вообще, в целом англосаксы. Да. Вот эта вот угроза оттуда. Поэтому, поэтому я думаю, что широкие массы нейтральных болельщиков российских поддерживали Италию. Во всяком случае, вот судя по моим социальным сетям, прям... У меня, у меня есть те, кто болел за Англию, наверное, только Миша Козырева. Все. Ну, кроме тех, кто прям топит, топит за англичан, так топит. Вопрос, хороший вопрос был задан моему коллеге и старому товарищу. Диме Губерниеву, когда российская сборная будет играть в финале чемпионата Европы... Ну, ребята, мы опять и больном начнем. В 60-м году. И что до этого должно произойти? Может быть, вы поможете Диме ответить на этот вопрос? Какая у вас точка за ней? Я считаю, что в обозримой перспективе... Что должно произойти, чтобы мы в ближайшее... Будущем какой-то обозримом... Давайте возьмем в ближайшие 30 лет. Чтобы мы играли в финале Евро? Да, да, да. Это 5... Даже не чемпионата мира, а именно чемпионата Европы. Ну, давайте, да, хотя бы... Ну, пускай это будет 5 лет, это 2050 год, это, считайте, это 5 ближайших чемпионатов... В общем, 20-й год, нет? 20-й год. Пускай, давайте, 40-й год. Вот это 5 ближайших чемпионатов. Это 4 года шаг, соответственно, это 5 чемпионатов Европы. Вот 2040-му год. Что должно случиться? Нет, ну, я предполагаю, какие ответы сейчас будут. Пока вот такие сообщения. Вадим пишет нам из Москвы. Не знаю, было это уже, но смешно я сегодня прочитал. Спасибо чемпионату Европы за то, что воскресный вечер прошел без Соловьева. Соловьева, да, да. Причем не единственный, насколько я знаю. Уже несколько раз отменяли. Более того, по-моему, его эфир отменяли даже из-за матча Украины. Украина-Швеция или Украина-Испания. Подожди секундочку, а разве эти матчи не по первому каналу? По-моему, а Украина-Англия точно по первому каналу. Значит, из-за какого-то матча за сборной Украины тоже отменяли его эфир? Ну, может быть. Я не слежу за карьерой. А, значит, вы пока накидаете, плюс 7903-7976-333, номер для смс-сообщения, он же WhatsApp, 731, наш телефон в студии. Вот, это такой в проброс до Андрея Юрьевича Гаврилова. Поговорим о футболе. А пока несколько других историй, которые зацепили мой пивной взгляд в эти выходные. Значит, первое, это удивительным образом проросшие разумные слова от бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Да, такое бывает. Какие-то прикладные какие-то, нет? Что он капитан очевидность, но надо делать поправку на то, кто он такой и какое место у бизнес-омбудсмена в структуре принятия решений. Значит, Титов, во-первых, признал срочно допустить все иностранные вакцины, получившие одобрение ВОЗ в Российскую Федерацию. Удивительно рядом, да? Хочешь сказать, дальше можно не слушать. Следует срочно допустить на российский рынок все иностранные вакцины, получившие одобрение ВОЗ. Чтобы победить вирусы, спасти жизни, надо не прессовать людей, пугать бизнес, не раскалывать общество, а предложить людям понятные и логичные правила, которые дадут эффект уже сейчас. Сложно с ним не согласиться. Что любопытного, из того, с чем мои знакомые сталкивались и задавали мне вопрос. Мы сходили привиться, сделали первый компонент, почему не дают QR-код нам? Почему мы должны еще, сколько там, две недели, да, сейчас, или три недели? После первого компонента вообще QR-код не дают. Да, вот о чем я говорю, у меня знакомые тоже. Только после второго. Ты же тоже сейчас пока без QR-кода? В пятницу, да, в пятницу второй этап вакцинации. Сколько, три недели у тебя или две? Чего? Пауза между первыми, между первой и второй прививкой. Я не помню. 21 день пауза, да? Что-то две с половиной, может быть, или три, ну что-то такое. Ну, 21 день или 14, там, я, честно говоря, не помню. Я сейчас пройду фотографию, уточню дату, когда я вакцинировалась первым компонентом и скажу. Ну, разумно, то есть он, и об этом говорит Титов, он говорит, выдавайте QR-коды о сделанной прививке после получения первой дозы вакцины. По его словам, людям для поощрения вакцинации необходим немедленный эффект. Кроме того, эта мера спасет бизнес и даст возможность людям отправиться в долгожданный отпуск. Сложно с ним не согласиться? Нет, не сложно. Потому что именно после укола первой компонента у тебя несколько, там, первые три дня... Ты присылайте через три дня, а не через 21. 21 день. 21. Присылайте через три дня, когда у тебя уже вакцина заработает. Понимаешь? Но, тем не менее, факт остается фактом. Потому что начинают прорастать какие-то разумные на этом, так сказать, лысые поляники мысли. Да, но для меня все равно поразительным является то, что, оказывается, процесс заботы о собственном здоровье надо как-то стимулировать. Вот что интересно. Так, как ты стимулируешь? Кстати, сейчас мы об этом поговорим. Я никак не стимулирую. По поводу стимуляции процесса собственного здоровья, как говорит Гордеева. Бурю совершенно ваших комментариев вызвала история с комментариями замминистра здравоохранения Саратовской области Дениса Грайфера. Нет, ну это человек по седьмому святую. Он, который заявил несколько дней назад и благодаря этому вошел в историю страны и мира о том, что занятия сексом не рекомендованы в первые дни после вакцинации от коронавируса. Понимаете, двойной удар. Сексом заниматься нельзя, QR-коды не дают. Нафига нам это надо? Все, что, книжки читать, что ли? Что такое-то? Именно-то. Значит, к счастью, есть Андрей Лычагин, известнейший врач-сексолог российский, который все, ну слава богу, который все разъяснил. Он сказал, что секс после вакцинации не может ухудшить состояние человека в принципе. Он, наоборот, поможет организму эффективнее справиться со стрессом. Эндорфинчик. Ну пускай, ладно, не в первый день, а маденек в день прививки можно пропустить. Не думаю, что необходимо принимать особые меры предосторожности в плане секса. Речь идет о том, что несколько дней желательно повременить с сильными нагрузками в тренажерном зале. Более того, да, секс бывает разный. Если он не очень нагрузочный, хотел пояснить мне, что это такое, правда, я к вам обращаюсь, к нашей аудитории, что такое не очень нагрузочный секс. Гордеев. Ну это секс в 30-градусную жару без кондиционера. Извините, а разумно. А секс в тренажерном зале, это нагрузочный или нет? Это не ко мне вопрос. Такое бывает. Меня просто не бывает в тренажерном зале, Витя. Может быть стоит сходить, там живет секс. Ну если только ради этого. Так вот, секс бывает разный, конечно. Если он не очень нагрузочный, то от него не нужно ни в коем случае воздерживаться. А если вы в процессе за 20 минут теряете 3,5 килограмма, то стоит первые 3 дня вот такого, так сказать, дела воздержаться. Ого! Я с ним согласен. Ого! Вы знаете, я... Где-то внутри стало просыпаться чувство зависти довольно сильнее. Да, ты знаешь, я сел, я прочел, когда это... Я как-то сел, тоже пытался как-то в памяти даже вспомнить какие-то юные казачьи годы, такие залихватские, ты знаешь, там 17-18... Не нагрузочный, это через не хочу писать. Так вон, такой почтимся. А что бывает другое? Ну когда жара, да, я могу понять наших слушателей. Сорок, другое же бывает редко. Да, но я не вспомнил, в своей практике я не вспомнил, конечно, случаев, чтобы за 20 минут, 3,5 килограмма, даже за 40 минут. Я, в принципе, про 40 минут плохо чем помню уже, да? Тем не менее. Нет, ну ладно, слушай, одной хорошей новостью стало больше. Ну, слава богу. Ребята, если не так, чтобы потерять 3 кило, тогда можно. Значит, если что, товарищи, женщины или мужчины, ссылайтесь на Андрея Лучагина, который также еще и сказал, что сама вакцина никаким образом не влияет ни на либид человека, ни на репредуктивную функцию с проблемами в этих областях. И это действительно уже доказанный факт. Могут столкнуться люди, которые тяжело перенесли коронавирус. То есть, во всяком случае, по угасанию репредуктивной функции, правда, это потом возвращается где-то в 6-8 месяцев, пока врачи дают. Виктор Набутов, Дарья Гордеева, друзья, видеотрансляция на канале «Серебряного дождя» в YouTube. Пару минут. Когда наши будут играть в финале чемпионата Европы? Я тебе вон уже пишу, когда Англию присоединим. Ах ты. Мы вернемся в эфир. Оставайтесь с нами. Спасибо. 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 Спасибо.